Жителям многоквартирного дома в селе Великовисочное вернут тепло. Сотрудники муниципального предприятия «Северное», которое выступило заказчиком стройки, рассказали о подготовке аукциона. Его победитель и займется утеплением дома, который сегодня не выдерживает низких температур. О том, как их выдерживают люди, рассказали жители квартир. Холодное самое место, покрывало, примерзло. Сегодня утром тут еще больше было все примерзло. Сейчас еще отошло, потому что обогреватель включалось сегодня в комнате здесь. 12-15 градусов – средняя температура в квартире Шальковых. В пиковые морозы бывает и ниже. Чтобы не заморозить батареи, в каждой комнате приходится ставить обогреватели. В туалете замерзает слив, а на кухне – вода для хозяйственных нужд. От постоянного холода – частые простуды домочадцев. Например, старший сын Матвей сейчас на больничном, уже не первом в новой четверти. На 10-месячную Алису приходится надевать не платье, а теплый костюм. Вот так у меня ребенок ходит. Тут у него колготки одеты, штанишки, свитер теплый, рубашечка теплая. И так целыми днями ходит ребенок. Причина постоянного холода – отсутствие утеплителя в доме. Это выяснилось еще весной 2015 года, когда новый дом сдали в эксплуатацию. Спустя месяц жители стали жаловаться на щели в окнах, холодные полы и трещины в потолке. Писали, сколько заявлений писали. Ну, не только я одна, все жители писали. Так ничего не делали. Приезжали комиссия, сколько, я не знаю, раз в 10, наверное, точно уж приезжали. И приезжают в теплую погоду. Замирает температура, говорят, все хорошо. Полы вскрывали. Сказали, все по норме. Но полы холодные, очень холодные. Жалобы жителей наша съемочная группа запечатлела еще в июле 2015 года. С тех пор мало что изменилось. Ждать ли кардинальных изменений, нам рассказали в Заполярном районе. В январе туда ездили, провели обследование совместно с департаментом строительства, стройживым надзором, МКУ наше северное ездило, санстройзаказчик. Провели обследование, определили ряд мероприятий. Сейчас пока направили претензию подрядчику. От него будет ответ. Определим. Ну, то есть, СМИ, это тоже посчитальные виды работы. Ну, и, наверное, будем торговать, чтобы всего на третьих лиц выполнить эти работы и уже сделать тепловую долю. Новый аукцион необходим, поскольку прежний подрядчик, Стройинвест, выполнил все свои обязательства, хоть и не совсем качественно. По словам представителя казенного учреждения «Северное», которое выступило заказчиком строительства, Стройинвест работал по проекту. Вот могу сказать, что сделано по проектной документации. Была разработана проектная документация, на основании которой это все делалось. Объемы вот эти, по крайней мере, выполнены. То есть, они выполнили все как надо по проекту? Ну, все как по проекту, да. Я вот не уверен за качество проекта. Это уже отдельный разговор. Получилось вот так. Новому подрядчику предстоит утеплить цоколь с внутренней стороны и первый этаж, оборудовать системой отопления лестничные клетки. Аукцион на выполнение работ состоится не раньше апреля. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова